Коллеги, всем привет! Меня зовут Евгений Виноградов. Я занимаюсь дата инженерией и датсенсом в компании Юмани, руковожу командами, которые в этой области работают. И меня на самом деле во всей этой деятельности особо завораживает история про то, как какая-то разрозненная масса информации, отдельные какие-то топики кавки, записи, кусочки логов и так далее превращаются в конечном счете в одну какую-то конкретную картинку, которая позволяет принимать какое-то вполне четкое, понятное управленческое решение. То есть на самом деле некий дашборд, который позволяет вообще не обращать внимания на то, сколько сложных технологических вещей лежит снизу для того, чтобы эти картинки можно было рисовать и что-то на их основании решать. Сегодня я бы хотел обсудить историю с подготовкой дашборда. И мой гость сегодня Роман Бунин. Всем привет! Да, Ром, привет! Ром из Яндекс.Облака. Занимается, помимо всего прочего, методиками разработки дашбордов, ну и вообще на самом деле многими вещами, которые связаны с аналитикой данных и с построением процессов в этой области. Я, Ром, на самом деле хотел бы прямо на старте тебе задать немножко холиварный вопрос, а кто все-таки дашборд должен делать, на твой взгляд? Это вот задача какого-то технического специалиста, например, аналитика, или аналитика данных, или системного аналитика? Или, может быть, это задача продукта, финансиста, в общем, того, кто конкретное бизнесовое решение будет принимать и что-то дальше делать? Вот если ты можешь кратенько в двух словах на этот вопрос ответить, желательно, конечно, бинарно, ну или не бинарно, скажи, пожалуйста. Окей. Смотри, идеальная команда, если мы делаем дашборд на долгосрок и сложный, это BI-аналитик и дата-инженер. Они в паре должны работать и делать классный продукт. Если на задачи идет дашборда не очень такого прям мощного и надолго, то это аналитик данных. А если мы говорим про то, что мы хотим разгрузить из аналитиков историю про, когда к ним приходят и просят их переводить со SQL на человеческий, то лучше всего делать self-service. Это какие-то подготовленные источники, чтобы сам бизнес-пользователь уже мог накидать себе небольшой дашборд и граффичик, и, в общем-то, найти ответ на свой вопрос. Так что, как всегда, it depends. Веришь ли ты, что self-service возможен в первом сегменте, где сейчас ты сказал, да, ты инженер и BI-аналитик технически. Насколько можно обучить большое количество народу делать такие штуковины? Нет, нет. Как раз и на self-service на стороне такой сложных дашбордов я не верю. И я верю именно в ту замену, когда очень часто в бизнесе приходит бизнес, с какой-нибудь SQL выгрузку просит. Вот в этом месте точно может работать хорошо self-service. Нужно просто людям дать хороший источник подготовленный и научить их пользоваться той BI-системой, которую они используют. Есть известная проблема, что количество дата-инженеров и BI-аналитиков, оно, строго говоря, ограничено. И в большинстве компаний оно не соответствует идеям и количеству экспериментов, которые хотелось бы проводить. Так что здесь вот тонкая грань, которую, видимо, надо каждый раз искать заново, договариваться. И предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Окей. Коллеги, мы сейчас перейдем более детально к обсуждению темы, про которую Рома нам сегодня расскажет. Довольно много новых вещей. То есть, я думаю, даже тем, кто уже знаком с темой дашборд Камаса, будет интересно послушать, чего поменялось, какие практические моменты повлияли на развитие методологии и так далее. Но перед этим я скажу несколько технических моментов, про которые стоит помнить. Во-первых, есть возможность задавать вопросы в чате. Поэтому, если хочется чего-то узнать, что-то непонятно, или есть свое альтернативное мнение по тому или иному вопросу, пожалуйста, пишите. Мы этот чат активно будем использовать в конце Роминого доклада, то есть после того, как основная часть завершится. У нас будет некоторое количество Q&A с вопросов-ответов сессии. И потом, на самом деле, даже дискуссия, потому что с точки зрения времени мы не ограничены дискуссией 45 минутами, можем задержаться после доклада и продолжить, если будут какие-то моменты, которые вам хотелось бы обсудить или порекомендовать. В общем, любой тип фидбэка категорически приветствуется. И доклад будет возможность оценить, поэтому, пожалуйста, участвуйте. Для нас это важная история, смотреть, насколько доклады востребованы, что понравилось, что стоит продолжать делать, а что развивать. На этом из технических объявлений все. Ром, слово тебе. Спасибо, Женя. Коллеги, всем еще раз привет. Меня зовут Рома Пунин. И сегодня я расскажу вам про методологию сбора требований для дэшбордов Dashboard Canvas 2.0. И, скорее, даже расскажу сегодня не про саму методологию, а про этап ее развития и от того, как она превратилась из, собственно, первой версии во вторую версию. Я очень люблю визуализацию данных. Это мое и хобби, и работа. Мне в этом плане повезло, что смог сочетать эти два момента. И я очень люблю структурировать подходы к биосистемам отчетности. В этом смысле такой немножко фрик. Хочу, чтобы все отчеты в компании были классные, красивые, и при этом приносили пользу. Я три года руководил группой развития BI в Яндекс.Гоу. И мы с коллегами, собственно, занимались тем, что помогали аналитикам делать классную отчетность. Выстраивали процессы, давали им инструменты. И многое из того, что я буду сегодня рассказывать, как раз построено на этом опыте применения методик сбора требований в реальных проектах. Сейчас я являюсь евангелистом биосистемы Яндекс.Гоу. У меня такая довольно необычная должность, и моя задача как раз рассказывать, как можно использовать наш инструмент правильно в компаниях, какие методики можно использовать, ну и про сам инструмент тоже рассказываю. Еще веду блог и канал Reveal the Data, поэтому если вам будет интересная тематика, подписывайтесь, стараюсь публиковать интересный материал. Про что же я сегодня вам расскажу? Во-первых, пройдемся по тому, вообще, откуда появилась идея сделать эту методологию и зачем она нужна, потому что кажется, что этих методик довольно, ну, с одной стороны, много, с другой стороны, мало. В общем, обсудим, зачем нужна ETA, NASA, какая это методология. Расскажу о том, какие баги случились в процессе, в общем-то, ее использование, что показалось неудобно, что оказалось удобно. Покажу, как переделал их, что изменил. Ну и, собственно, приведу пример от того, как она используется для конкретного дешборда. Ну и еще немножко кратко расскажу о том, как эта методика сбора может использоваться в рамках большого креймворка. Ну и сделаю небольшой обзор, что еще есть и куда вам можно копать, если вам вдруг эта тематика заинтересует. Еще надо сказать, что мой сегодняшний доклад, наверное, немножко необычный в том смысле, что я впервые участвую на конференции именно для системных и бизнес-аналитиков, и чаще всего все-таки делаю доклады для аналитиков данных. И мне просто даже сегодня интересно самому рассказать именно не столько про саму методологию, про то, как собирать дешборд, а про то, именно как развивалась методология, и какие баги там нашлись, и, в общем-то, с точки зрения именно самой методики сбора требований. Поэтому я думаю, что будет интересно и тем, кто именно занимается сбором требований, и системным анализом, ну и тем, кто занимается разработкой дешбордов тоже. Откуда вообще появилась идея сделать такую методологию? Я раньше занимался бережневым производством, лином, аджайлом, и одна из известных методик, которые там есть, это бизнес-модел-кэнвас, модель бизнеса Астровальда, которая позволяет в таком кратком, очень, изображении, отобразить бизнес-модель компании и понять, на чем она может зарабатывать. Ну и, собственно, мне эта модель все очень нравилась, мне казалось, что она довольно удобная, классно, описывает все на одном листочке, целые бизнес-модели. Ну и, в общем-то, хотелось сделать что-то подобное, но для той области, которой я занимаюсь, для дешбордостроения. Поэтому я придумал, в общем-то, сделать условную кальку с этой модели Астровальда, но изменить ее под те задачи, которые применимы именно к самому процессу разработки дешборда. Мы сейчас не будем проходить по блокам детально, но в целом это просто некий опросник, некая форма, которую нужно заполнить, и заполняя этот опросник, заполняя эту форму, повышается сильно вероятность не забыть что-то важное для того, чтобы дешборд получился хорошим. То есть, по сути, это некая такая напоминалка, какие именно нужно собрать данные, какие нужно собрать вводные от пользователя для того, чтобы дешборд получился классным. Ну и вы спросите, а зачем вообще нужна такая методология? Кажется, что методик разработки чего угодно уже тоже существует довольно количеством. Почему, мне кажется, в данном случае хотелось придумать что-то еще? Потому что важным отличием разработки дешбордов от программного обеспечения является то, что этим занимаются чаще всего непрофессиональные ребята в том смысле, что это не является их основным видом деятельности. Если мы говорим про разработку программного обеспечения, то обычно в процессе самого разработки участвует довольно много людей. Это системные аналитики, бизнес-аналитики, это UX-исследователи, это дизайнеры, это разработчики, это тестировщики и так далее. То есть цепочка, на самом деле, разработки довольно большая, и она обратна, потому что мы делаем продукт, который, скорее всего, будет жить месяцами, годами, может быть, десятилетиями. Поэтому архитектура и сбор требований в данном вопросе крайне важны. Но если мы говорим с вами про тешборды, то, с одной стороны, тешборд является таким же программным продуктом, по сути, это веб-предложение, но при этом он имеет две особенности. Первая особенность – обычно эту историю делают аналитики данных. То есть небольшая команда выделена на разработке, а один, в лучшем случае, два человека, которые этим занимаются. При этом аналитики данных – это такие прям супергерои, ну, в каком-то смысле единороги, которых очень сложно искать, потому что к ним применяется огромное требование по разным навыкам. Им требуется знать, как имат статистику, машинное обучение, как готовить данные, как проводить тесты. И при этом одним из этих требований является визуализация данных, ну, создание дешбордов, которые тоже еще, на самом деле, внутри себя содержат довольно большое количество поднавыков. И только один из этих поднавыков является сбор требований. И ожидать, что вот аналитик данных, который не занимается профессионально сбором требований, сможет классно собрать требования без какой-то подсказки, на мой взгляд, ну, довольно наивно. При этом не потому, что ребята, не знаю, там, не умеют делать, а потому что это является всего лишь маленькой крупицей в части их работы. Поэтому моя как раз идея на все такие вещи, которые посвящены, по сути, вспомогательным навыкам для аналитика данных, делать какие-то полезные инструменты, которые облегчали бы их работу. И вот один из таких инструментов, который позволял бы делать это, это как раз кенвас, который позволял бы легко и быстро собрать требования для дешборда. Также, помимо того, что, в общем-то, аналитики данных не являются бизнес-аналитиками в плане системного анализа, им нужна подсказка. А во-вторых, сам дешборд является немножко, отличается от других программных продуктов тем, что он содержит в себе еще графики и требуется понимание того, какие графики нужно выбирать. То есть чаще всего программные продукты не содержат в себе графики, а здесь у нас есть такая специфичная задача, которая связана с информационным дизайном по подбору определенных видов графика. Поэтому это тоже, кажется, особенностью, которая требует дополнительного слоя, или какого-то этапа в этапе разработки. Поэтому, в общем, из-за этого родилась идея, что такой кенвас нужен, чтобы помогать аналитикам делать это просто. А второе, почему кажется, что эта штука действительно полезна, потому что этим, правда, пользуются. Наши аналитики заполняют эти вещи в таком вот ручном виде, прямо на бумажке просто физически, им это удобно. Они заполняют в каком-то электронном виде, собирают информацию, делают какие-то макеты, или заполняют это, например, даже если не в таком графическом виде, то просто в этапе, поэтапном, состоящем из тех же блоков вопросов, в виде, например, в виде тикетов. То есть эта история, она явно такая hands-on, она практическая и применяется на практике. Это вижу просто в своей жизненной работе. Ну и, например, тоже можно сделать костный вывод, что такая штука нужна. Я впервые презентовал этот алгоритм сбора требований два года назад на канале Data Learn у Димы Аношина. У Димы есть классный проект Data Learn. Это бесплатная школа по обучению навыкам, связанных с инженерией данных. Ну и, собственно, ребят приглашает экспертов. И вот там я как раз рассказал впервые про даже Canvas. И этот доклад, наверное, сейчас наиболее просматриваемый из моих. Он содержит 20 тысяч просмотров. В общем-то, кажется, что интерес к этой тематике точно есть. Поэтому я верю, что сам Canvas, сама методология точно нужна. Давайте посмотрим, из чего вообще состоит этот Canvas, чем он такой классный. Я его реализовал раньше в виде двух артефактов. Первый артефакт – это, собственно, вот такой вот слайд в презентации, который просто проводил человека по тому, какие нужно собрать от заказчика, какие нужно собрать информацию и заполнить этот, собственно, слайдик с информацией. Здесь шли разные пункты. Первая история надо было заполнить о том, кто будет в команде, кто какие роли выполняет. Потом описать, зачем мы вообще делаем этот проект, какую пользу он принесет бизнесу. Дальше рассказать о том, какие есть пользователи и какие у них есть свои подзадачи. Как пользователи пользуются этим тэшбордом, в каком контексте, на каких устройствах, как часто и так далее. Дальше соревновать список вопросов о том, какие бизнес-решения и на какие вопросы пользователь ожидает здесь увидеть ответы. Для каждого из таких вопросов сформировать какие-то графические представления. То есть для каждого вопроса подобрать какой-то график, который может быть использован. Ну и дальше составить макет этой истории, чтобы мы могли просто по макету сделать уже реальный тэшборд. В общем-то, довольно простой инструмент. Никакой здесь магии нету, просто нужно пройтись. Ну и также в каждом блоке было указано, какие примерно вопросы должны быть отвечены в этом блоке. Была вот такая графическая форма в виде слайда презентации. И была еще форма просто в Word, список вопросов, которые идут друг за дружкой. Абсолютно то же самое. И в целом, с точки зрения методологии, нет разницы заполнять так или так. И, в общем-то, можно последовательно заполнять и в обычной форме. Но это чуть-чуть обычно разоблюдается на несколько страниц, что уже не так удобно охватывать одним взглядом. Ну и, в общем-то, кажется, что методика нормальная, ей пользуются, я вижу, что ей пользуются. Но во время этого использования я замечал... То есть еще эту методику мы используем, например, на учебных курсах. И я очень часто замечал типовые ошибки. И казалось, что ребята, кто его заполняют, наверняка сталкиваются с какими-то проблемами, которые довольно однотипные. И эта проблема не из-за того, что человек не понимает, как работает, а это проблема именно методологии. И вот здесь мы переходим к этапу того, какие баги выявились в этом кенвасе и почему они были проблемными. Самое интересное, что эти проблемы были в основном такого довольно сугубо технического характера. Они редко пересекались в какую-то методологическую плоскость, когда было непонятно, зачем это делается или почему это делается. Часто они были довольно мелкие и такие технические, но из-за этого все равно вызывали проблемы. Давайте пойдем посмотрим прямо на живом кенвасе и посмотрим, какие проблемы эти были. Пройдемся по каждому пункту. Вот здесь есть пример заполненного кенваса. Это кенвас, который, например, заполнял я. Это не какой-то реальный проект, просто как одна из форум. И, посмотрев на эту форум, мы можем с вами обсудить, какими проблемами часто сталкивались ребята. Первый вопрос, который я постоянно слышал от людей, кто пользуется этой историей, это «А почему такой порядок блоков? Почему он такой нелогичный? Почему мы сначала заполняем один, два, три, четыре?» И, в общем-то, все это в каком-то непонятном порядке. И это оказалось интересным багом, который я унаследовал, по сути, от модели Астровальда. Дело в том, что в модели Астровальда это используется в виде такого философского подхода. Дело в том, что по центру стоят те ценности, которые мы приносим пользователю, а справа стоит все, что связано с самим пользователем, слева все, что связано с нашей компанией, с нашими внутренними процессами. Ну и, собственно, я сделал такую же кальку. Здесь у нас по центру идет понимание задачи, зачем мы вообще это делаем, какую ценность мы принесем бизнесу. Справа все про пользователя, а слева все про нашу внутрянку и нашу внутреннюю команду. Там данные, откуда мы их берем, как мы что-то проектируем и так далее. И мне казалось, что это тоже хороший такой философский заход, но на практике он оказывался тем, что люди не понимали, в каком формате, в каком порядке это заполнять, и часто начинали заполнять это все не в том порядке, в котором это ожидалось. Поэтому эта штука скорее казалась багом, чем фичой, и в дальнейшем я от нее попробовал избавиться. А вторая история, которая столкнулась, что, в общем-то, аналитики данных обычно и так знали свою команду. Дело в том, что, как я уже говорил, дешборды чаще всего делают один, может быть, два человека. И в целом именно то, как заполняли этот блок, чаще всего сводилось довольно к таким условностям, которые чаще всего не использовались. Мне вот очень нравятся здесь примеры из одного живого кэнваса. У человека прям вселенская грусть по этому поводу чувствуется. На вопрос, кто входит в команду проекта, человек написал «Я один, получается». И грустный смайлик. Я прям чуть не прослезился, когда это увидел. В общем-то, идея в том, что блок про то, когда ты работаешь один или вдвоем, по заполнению команды, скорее всего, наверное, все-таки избыточный, и нужен для каких-то больших проектов, когда у нас есть много участников, нужно у них ориентироваться. Но если у нас с вами один человек работает, то, в общем-то, это кажется излишним. Третий пункт, с которым столкнулся, это то, что колонки узкие, и в них неудобно писать. Дело в том, что действительно в самом кэнвасе используются довольно узкие колонки. И когда ты с ними работаешь, то, по сути, получается, что очень много переносов текста. Просто они постоянно переносятся, и так как они структурированы так, что везде эти колонки, то это такой баг, который наследуется везде. Забавный технический момент, но вот то, что он оказывается в итоге неудобным. Следующий баг, который уже относится скорее прямо именно реально к методологической проблеме, это то, что часто приходилось писать одно и то же. Это возникало в двух местах. Первая история связана с пользователями и с контекстом. Чаще всего у разных пользователей был разный контекст использования. И поэтому, когда мы говорили что-то про пользователей, мы снова должны были переписывать, что руководитель тогда-то этим принимается и так далее. То есть у нас, по сути, два раза часто дублировалась информация в этих блоках. Еще где прямым дублированием информации было то, когда мы описывали вопросы бизнес-решения и подбирали форматы для этих вопросов и бизнес-решений. То есть у нас есть вопрос, и мы должны под него подобрать какой-то вид графика. И это происходило еще раз. То есть нам приходилось здесь еще раз писать вопрос и какой-то тип графика уже для него указывать. Ну, по сути, просто дублирование информации, лишнее. Кажется, что оно просто не нужно. Следующий баг, с которым тоже столкнулся, что даже если эту штуку распечатать на А3, она все равно довольно небольшая. И, в общем-то, места для макеты на самом деле оставалось мало. Поэтому часто получалось, что рисуют макеты как-то неудобно. Вот пример какого-то тоже реального кэндвеса. Он заполняется, ну, просто тупо мало места. Поэтому кажется, что это штука, которая неудобна для рисования. Особенно если расходится в печатном виде, прям совсем мелкая. Очень забавный баг, который просто нашелся случайно. Ну, даже скорее, можно сложно сказать, что это прям какой-то мегабаг. Это то, что я в примере как раз, которого дашборда, который, кэндвеса, который всем показывал, наделал таких вот скриншотиков, графиков. И я их наделал просто для примера того, что означает то, что я здесь написал. То есть не было идеи, что сюда должны будут люди потом вписывать, делать тоже такие же именно скриншоты с готового дашборда. Оказалось, что все воспринимают это как инструкцию к действию. Раз в примере есть такие скриншотики, значит, нужно делать такие скриншотики. То есть получалась тоже совсем какая-то дурацкая ситуация, когда люди делали готовый дашборд, потом с него делали скриншоты, нарезали их, вставляли сюда, в кэндвес. Естественно, это бесполезная, ненужная история, потому что я просто сделал как пример, но пример оказался неудачным, потому что, опять же, моя ошибка как методолога, я не дал инструкцию, как с этим работать и что нужно. Следующий вопрос, который часто возникал у ребят, кто заполнял эту историю, это куда записать метрики. Дело в том, что в самой… Очень часто и бизнес-пользователи, и аналитики данных, они думают в разрезе метрик и срезов. И отдельного блока под это у меня не было. Был блок с данными, где можно было посмотреть, предлагалось, что откуда мы берем наши данные. Но именно идеи, сами метрики и срезы, она нигде напрямую в кэндвесе не фскурировала. Чаще всего ее где-то выписывали в вопросах бизнес-решениях, но это было не всегда удобно, потому что, опять же, повторюсь, просто реально ребята привыкли думать в терминах метрика срезов, поэтому это просто тоже казалось не всегда удобно. Следующая штука, с которой столкнулся, с которой тоже интересно, наверное, из-за того, что методологически, что если людям не дать инструкцию, то они будут использовать это не так, как ты ожидаешь. В самом кэндвесе, я так показывал, были вопросы, которые должны были тебе навести на то, что должно в этом блоке быть. Но люди воспринимали их напрямую, и поэтому заполняли их все, прям обязательно. А проблема в том, что здесь часто были какие-то дублирующиеся вопросы либо вопросы, которых надо было выбрать только один из них. Поэтому часто получалась такая излишняя информация, ну и плюс слишком формулированная. У меня не было идеи провести людей, чтобы они ответили на каждый этот вопрос. Дело в том, чтобы они просто не забывали про то, что здесь должно быть. Но вот люди воспринимали это как инструкцию к действию и заполняли каждый из этих вопросов. Ну и последний такой баг – это вопрос про то, как люди пользуются последним блоком. Последний блок всегда был посвящен поддержке и тестированию этого решения, то есть когда мы уже на долгосроке запустили продукт-работу, как им пользуются, что делается, какая у него метрика успеха нашего проекта сработала на длине. И здесь возникал момент, что люди сюда никогда не возвращались. Дело в том, что Canvas используется на этапе проектирования дешборда, но не используется потом. И поэтому кажется, что блок тоже получался, так скажем, избыточным, он оставался всегда пустым, и в Canvas никто в него не возвращался. Поэтому это скорее оказался лишний блок. В общем-то, таким образом получилось, что появились какие-то моменты, которые хотелось улучшить. Что я с ними сделал? Во-первых, я просто упростил сам Canvas, сделал меньше шагов, сделал их более линейными и просто тупо расположил это более пропорционально, чтобы было удобнее писать больше текста, не такие были узкие колонки. Вынес прототипирование в отдельный инструмент, то есть раньше прототипирование прилагалось к каким-то рисункам или еще чем-то, но это делать неудобно, и поэтому я подготовил отдельный mockup-билдер, который позволяет быстро прототипировать удобные дешборды и выносить это на отдельном большом листе. Добавил блок с метриками и срезами и сделал отдельную инструкцию по тому, как пользоваться этим Canvas. Ну и еще связался с фреймворком карты отчетности, это немножко сейчас out of scope, чуть дальше про это расскажу, но в целом делал это более стройной методологией, и в целом не только разработка дешборда, а разработка системы отчетности. Кажется, что получилось неплохо. Честно скажу, что еще ни на ком не тестировал, не пробовал, но это просто та моя рефлексия, которая вот получилась по результатам того, как я вижу, этим пользуется. Ну и сейчас будем пробовать новую версию, я надеюсь, что она понравится. И, кстати, если вдруг вы ей будете пользоваться, я буду суперрад какой-то обратной связи в личку, насколько вам это понравится. Пойдемте посмотрим, что получилось. Покажу, в общем-то, как раз те изменения, которые получились, и с вами посмотрим пример заполнения. Собственно, из таких мелочей каких-то получилось меньше гораздо блоков, получилось 4 больших блока, добавилось название, отчет и тип отчета, и сами блоки стали более пропорциональны. Ну, то есть здесь, на самом деле, если уменьшить шрифт, можно еще больше уместить текст, я просто сейчас делал довольно большим в целях презентации, но сами блоки стали более пропорциональны для текста. Второе, как раз упростил и сделал более процентным. Третье, вынес прототипирование в отдельный инструмент. Во-первых, это сделано отдельным листом, просто прям макет живет отдельным листом. А во-вторых, для этого существует специальный инструмент, который позволяет это делать. Это называется Mocap Builder, и это такая заготовка из разных типов тэшбордов, из разных типов графиков, которые можно легко собрать на тэшборде. Она есть как в Canvas, как в Mira, так и просто в презентации в PowerPoint, и это реально удобно. На самом деле, самый удобный формат реально это в PowerPoint этим пользоваться, супер быстренько таскаются графики, и ты можешь собрать вот какие-то такие вот такого формата тэшборда. При этом мы, на самом деле, пробовали использовать там тоже разные инструменты прототипирования, настоящие, там какой-то бальзамик, фигму. Это все реально сложно и не нужно для этих задач. Когда мы делаем это очень быстро, очень суперудобно просто перекидывать вот такие вот визуализации, которые просто поясняют, какой тип визуализации те находятся. То есть не точно показывать, что у нас будет, а просто показывать какой-то тип. Отдельно добавил блок с метриками и срезами и с идеей то, что будут показываться, какие метрики берутся из каких источников. Тоже это кажется, что удобно, потому что, опять же, даже инженеры данных, они все-таки мыслят в разрезе, какие метрики, в каких таблицах живут и так далее. Ну и самый главный блок, я выдал ему самые большие меры внимания. То есть если раньше у нас был вот этот блок с бизнес-вопросами такой маленький и зажатый, то на самом деле вот такая ключевая штука, которая, мне кажется, наиболее важна в этом кэнвесе, это определить, какие бизнес-вопросы и решения принимают пользователи, что они делают, и какие визуализации подадут для этих задач. То есть в одном месте писать сразу бизнес-вопрос и просто рисовать, брать какой-то тип графичка, который потом легко собирается в прототип. Так, что еще было сделано из мелочей? Ну тоже, то есть здесь немножко исправился порядок поведения. Сначала мы определяем пользователей контекст, кто эти пользователи, кьюгинг-задачи и в каком контексте они пользуются. А дальше уже из этого формируем понимание задачи. То есть мы сначала говорим о том, кто будет пользоваться, после этого только теперь формируем, кто это будет делать. Ну и в общем-то в остальном добавил еще, как этим пользоваться с точки зрения последовательности. Давайте на это тоже посмотрим. То есть теперь не только сама презентация является артефактом, а еще есть отдельное описание, как это делается. Есть этапы, которые вынесены в отдельно. И опять же, что я много замечал, Canvas часто пользовались во время интервью. Но, к сожалению или к счастью, у Canvas скорее задача не заполнять его во время интервью, а в него формировать ваши результаты записи с интервью. Соответственно, отдельно просто вынесен шаг подготовки интервью с вопросами, рекомендуемыми, которые стоит задать пользователю. Есть отдельная история про то, как проводить интервью. Вы проводите интервью, и есть рекомендации про то, как это делается. Дальше, собственно, у нас есть заполнение Canvas, когда мы результаты нашего интервью уже систематизируем и превращаем в, собственно, в Canvas заполненный. Дальше мы готовим макет. Опять же, теперь для макета есть отдельный инструмент с MacUp Builder. Дальше утверждаем макет, разрабатываем прототип, делаем демо-тестирование, ну и, в общем-то, получаем какой-то исходный результат. Здесь уже все такое более-менее классическое. Давайте посмотрим с вами пример заполнения такого Canvas, просто на примере одного из дэшбордов. Представим, что у нас есть кафе, которым мы хотим управлять, и нам нужно понимать общую обстановку в этом кафе. И для того, чтобы определить эту общую обстановку, мы решили разработать дэшборд. Собственно, первым мы идем и проводим интервью. Мы идем, проводим интервью с ключевыми людьми. Это в данном случае этого кафе. Это будет владелец этого кафе, шеф-повар и управляющий зала. Дальше мы описываем, какие задачи решат эти пользователи, в каком контексте, и описываем понимание. В данном случае тоже немножко упрощенная версия. Мы хотим, чтобы эти люди видели общую картину бизнеса, понимали, какие изменения прошли за последние 8 недель. Дальше мы описываем, какими метриками они это будут делать, и с резами. Они хотят смотреть на выручку, ксад, прибыль, в разрезах времени и даты, типа блюда и самих отдельных блюд. Дальше мы формируем список вопросов. И, собственно, этот список вопросов, это как раз, на самом деле, одна из самых сложных, на мой взгляд, в этапе сбора требований для дэшборда вещей. Вот если вы этот список вопросов составили, вы считаете, спроектировали дэшборд. Ну и здесь мы уже должны выяснить, что хотят. Например, хотят смотреть выручку за последние 8 недель, какая была динамика, какая была прибыль, сколько времени готовится блюдо в целом, насколько клиенты довольны, какие категории продаются лучше и хуже всего, и какие блюда популярны у наших посетителей. Дальше подбирается тип графика. В целом тип графика можно подбирать с помощью каких-то специальных чарчузеров, но мне кажется, чаще всего это более-менее наглядно и понятно из вопроса, какой тип графика. Если мы говорим про динамику, нам нужны лайн-чарты, бар-чарты и так далее. Если мы говорим про какой-то вопрос, какая была выручка, понятно, что у нас подходит фактоид, или KPI, как это называется, и так далее. Ну и, в общем-то, с помощью этих блоков можно легко накидать какой-то дэшборд, который вот таким вот образом выглядит в макет, и потом этот макет можно превратить в живой дэшборд, который выглядит таким образом, где у нас есть все нужные показатели, есть, в общем-то, интерактивность по выбору каких-то изменения скейлов, дат и так далее, либо возможность, например, переходить на другие дэшборды с примененными фильтрами, то есть по клику можем перейти на другой дэшборд, который будет уже применен на те фильтры, на которые мы кликнули и так далее. Вот. Этот дэшборд как раз сделан в системе DatLens, позволяет делать классные, такие хорошие операционные дэшборды, довольно быстро и удобно. Но сегодня речь, скорее, чуть меньше про это, поэтому пойдемте с вами дальше. Окей. Вот мы с вами посмотрели, как делается один дэшборд. Остался вопрос, только один небольшой, а что делать, если дэшбордов много? Потому что один дэшборд разработать – это полбеды, но обычно в компании постоянно разработается много дэшбордов. И поэтому у меня есть идея, что в любой компании должна быть система связанных дэшбордов разных типов дэшбордов. И я придумал такую штуку, которую на данный момент пока что Черновой назвал карта дэшборда в компании. Это карта, которая позволяет определить, какие дэшборды нужны в компании, в зависимости от того, какие бизнес-процессы и продукты есть внутри этой компании. Я подробно про эту систему рассказывал на последнем матемаркетинге. Доклад можно посмотреть, он, мне кажется, получился довольно удачно. Чисто технически я как раз хотел, чтобы вот этот Canvas пророс как часть этого фреймворка по созданию системы отчетов. И здесь получается такая история, что в рамках как раз, когда мы делаем карту дэшбордов, мы делаем, выделяем роли, сущности процесса нашей компании, формируем как раз список дэшбордов, которые мы хотим сделать, и метрики и срезы. И если мы будем использовать Canvas для того, чтобы уже проектировать каждый конкретный дэшборд, мы по сути можем брать каждый такой дэшборд, который мы хотим сделать, и для него заполнять Canvas. И Canvas удобно заполняется тем, что мы можем просто копировать те метрики и срезы, и те роли, которые будут его использовать. То есть у нас такая получается связь, мы можем из одного фреймворка бесшовно переходить к другому. Ну и в целом я уже хочу подходить к завершению доклада, рассказать о том, что еще можно посмотреть, потому что, естественно, я не один такой умный, классный. Многие ребята придумывают какие-то системы о том, как собирать дэшборды. Интересно, что реально в зарубежной литературе, в зарубежном пространстве, в интернете очень сложно найти какие-то структурированные подходы, которые были бы обличены в такие довольно краткие формы. Но у нас есть свои герои, есть классные ребята, кто тоже занимается BI. Я бы хотел бы обратить внимание на Lord of the Borgs, Саше Баракова, Конвестианство Саши Полукова или ТЗН-салфетки Леши Полкова. Все методики очень классные и прикольные. Они как раз, кажется, что каждый автор подходит со своей стороны, и они отличаются не столько сутиво, сколько именно, скажем, по глубине проработки, наверное, или по тем пунктам, которые нужны. Например, у Саши Баракова это прям такой большой, очень большой подробный чек-лист, который позволяет проводить большие проекты по разработке дешбордов, и он суперподробный. Эта штука, на мой взгляд, очень круто работает как учебный материал, чтобы не забыть, потому что здесь гораздо более детально и, например, подробно описаны те вещи, которые в моем варианте не указаны. То есть здесь больше подводных камней можно собрать, используя эту штуку. У Саши Полукова, у него похожий кэнвас на мой, но как раз есть какие-то доработки, которые ребята сделали для себя. Например, они добавили отдельно истории про качество данных, источники данных и так далее. Ну и, собственно, есть тоже показательные меры. И это вещи, которые, так скажем, опять, каждый затачивает под себя. Я, кстати, буду тоже рад, если вы просто возьмете как идею какую-то доработку и сами заточите себя. Ну, а у Леши, колокол, наверное, самый такой, он, правда, аскетичный и хороший в этом плане формат. Называется техзадание на салфетке. Он еще более краткий, еще более, так скажем, сжатый, но при этом тоже позволяет решать свои задачи. Поэтому, в общем-то, если вам эта тематика будет интересна, можно будет это посмотреть. А, ну да, последний, вот покажу еще таблошный вариант. Но таблошный вариант как раз он не краткий, это такая просто скорее инструкция, что делать с дашбордом, а не какой-то фреймворк, как собирать требования. Вот. На этом у меня в целом все. Надеюсь, было интересно. Я вам сегодня рассказал о таком своем пути развития небольшого фреймворка сбора требований. Мне кажется, должно быть, вот, ну, если вы занимаетесь, наверное, сбором требований каким-то, тоже как-то формализуете этот процесс сбора требований, то, наверное, вам было интересно. Надеюсь, что вы почерпнете какие-то вот мелочи. Я до смешного, что больше всего столкнулся с какими-то реально скорее техническими проблемами, какими-то небольшими особенностями при использовании этой методологии. И такие штуки, мне кажется, очень сложно продумать на этапе проектирования, а получается их учесть только уже после реального использования этих методик на практике. Вот. У меня все. Буду рад ответить на ваши вопросы. Да, Ром, тебе большое. Я с интересом послушал, чуть не прослезился на вопросе, кто входит в команду проекта. Я один. Такое, к сожалению, случается. И вспомнил, как я в свое время, когда устал от задач, которых вся постановка выглядит, как сделать дашборд по платежам или сделать дашборд по success rate, устал описывать требования постановки. У меня тоже был вордовский файлик, где было написано, на какие вопросы нужно ответить. Очень прикольное замечание про то, что даже вот канва Астервальдера, с чего мы, собственно, начинали твой доклад слушать, она такая, довольно философские и довольно непростые вопросы содержат. И сходу на них, на самом деле, не совсем понятно, как конкретно отвечать. Какой-то такой опросник, который, да нет, заполнил галочки, и все хорошо. Если есть какие-то вопросы, то пишите их в чатик, либо можно голосом даже подключаться у тех, у кого технически такая возможность присутствует. А я, на самом деле, пользуясь правом ведущего, эксперта, который уже присутствует на докладе, на звонке, хотел бы несколько своих вопросов задать. И в частности, из того, что ты рассказывал, у меня сейчас сложилась довольно-таки ясная картинка, как на этапе, например, интервью используется канва, что конкретно делать, каких практик избегать, каких, наоборот, не избегать. Но хочется немножко информации еще о жизненном цикле дальнейшем. Вот эту канву один раз нарисовали, и что? Во-первых, где вы храните их, куда можно пойти и историю кэнвасов, которые по всем дашбордам когда-то делались, посмотреть. Либо... Ну, давай, наверное, начнем вот с этого, где хранится, потом я немножко разобью еще свой вопрос про дальнейшие моменты спрошу. Мы эти штуки стараемся прикреплять к тикетам на разработку дашбордов. Это проект по разработке дашбордов, он формируется у нас в виде тикета в нашей системе трекинговой, и там эта штука наполняется. Мы ее даже отчасти, ну, вот я говорил, что мы скорее ее заполняем там не в таком, не в визуальном виде, а просто по пунктам проходимся, потому что просто удобнее там это редактировать прямо в том же интерфейсе, а не делать это в каком-то отдельном месте. Вот, поэтому это хранится там, и тут есть очень интересный эффект, что как раз возвращаясь к разным проектам, ты всегда можешь очень быстро понять, про что был проект, зачем он был нужен и так далее. В этом плане это очень классная, классный артефакт не только для разработки, но еще в будущем для уже поддержания системы и понимания вообще, что, зачем делалось, почему это делалось и так далее. И в этом смысле мне кажется, ну, такая прям приятная дополнительная фича это такое удобное хранение проектов. То есть, по сути, получается, его потом можно использовать как документацию. Открыл дашборд, увидел графичек, поди пойми, что это за графичек, пошел в тикет, в котором дашборд делался, посмотрел, чего там было написано, да, какой-то такой сценарий. Ну, слушай, кстати, классная идея. Мы прямо в таком формате его не использовали, хотя вот сейчас дома действительно, особенно если там написаны вопросы, то может быть прям прикольным лайфхаком, как, собственно, не писать документацию, а просто подложить эту штуку. У нас документация вообще отдельная большая история. Мы, знаешь, как мы в итоге отказались от документации на дашборда, такой в полноценном смысле, потому что дашборд, в отличие от какого-то продукта, который, в общем, живет довольно долго и разменяется не так уж часто, дашборд слуга, которая чаще всего там lifetime, не знаю, от трех месяцев до года, то есть редкий дашборд на самом деле в компании живет больше года, просто потому что в текущей реальности компания за год меняется и за год нужно перед дашбордом чаще всего с нуля делать, по сути. Вот. То есть в этом смысле, короче, мы отказались от большой документации, мы сейчас пишем только описание дашборда, такое прям краткое, вот в формате, вот что, что-то так, но стараемся делать отдельно на стороне источника данных провязку и описание детальной там уже метрик, чтобы оно было, использование этих метрик могло быть на разных дашбордах, и просто провязываем эту именно data governance системой, чтобы была связь с нашим источником данных с дашбордами. Я помню, что одна из таких важных проблем с документацией и с жизненным циклом, она в том, что если меняется заказчик отчета или дашборда, не всегда новый пользователь, новый заказчик будет точно так же понимать метрики, которые были сделаны когда-то для него, и не всегда будет осознавать, что он их не всегда понимает. Ну или не будет не согласен с методикой расчета, например, да. Или так, или так, да. Классика жанра, да. Да, да. Не, ну опять же, я поэтому и говорю, мне кажется, в чем, наверное, такая классная особенность дашборда, что это такие в хорошем смысле мудрельки, они сгорают довольно быстро, и подстраиваются под бизнес вот up-to-date, и в этом смысле, на мой взгляд, может даже не стоит их уж прям вот настолько перегружать какими-то такими штуками. Есть свои дробэки, иногда кто-нибудь приходит и в двух дашбордах прибыль не сходится, и если она еще не сходится не в нужную сторону, то как бы это проблемы, вот, поэтому такие проблемы есть, но в целом я скорее чуть проще отношусь, наверное, чем к каким-то продавным системам. Как тут не вспомнишь, что в балансе не всегда прибыль сходится, а уж там описано настолько детально, что и как считается, то прям сложно куда-то шаг влево, шаг в право. Это как это, я уже забыл, как называется система, по МСФО или по другой системе считать, ГАП, там все вот эти вещи. Слушай, вот у тебя прозвучала такая мысль, сейчас, кажется, еще раз я ее услышал, про то, что дашборды это на самом деле такие маленькие стартапчики, когда тебе надо что-то научиться оценивать, что-то научиться считать, вот ты взял примерно как в нормальном стартапе, написал канву и после нее идешь что-то делать. Ну, а потом, собственно, эксперимент завершается как в стартапе, либо успехом, либо неуспехом, всякое бывает, но тем не менее. Но в стартапах есть такая история, как серия экспериментов, то есть когда ты сделал один дашборд, ну или там один эксперимент, потом понял, что надо поменять, поменял, сделал еще раз. Вот что в случае экспериментов с дашбордами происходит с кенвасом, который делался изначально? Вы редактируете один и тот же или каждый эксперимент это новый кенвас? Расскажи про такие вещи более подробно, что происходит, когда несколько попыток несколько итераций делается. Давай честный ответ, вот честный, без этого. Желательно, да. Чаще всего мы не доходим до того, чтобы возвращаться, и поэтому кенвас это все-таки инструмент именно проектирования дашборда, и дальше он, условно говоря, так артефактом лежит и больше не используется. В этом плане мне хотелось бы, мы пока не наладили прям такую классную систему жизненного цикла дашборда, прям такую полноценную, опять повторюсь, что возможно не должна на самом деле существовать, но самого процесса пока что нет такого выстроения, который бы прям четко регламентировал, когда мы делаем изменения, как мы делаем и так далее. Поэтому чаще всего изменения в дашбордах делаются довольно быстро, то есть это не какой-то там, не знаю, релизный цикл, а это просто история про то, что, не знаю, нашли ошибку, пришли, что-то поправили, добавили новый виджет, это происходит, ну как бы без какого-то прям полноценного релизного цикла. Поэтому они чаще всего пока что не оседают. Мы пытались ввести чейндж-логи для самых больших дашбордов, для самых важных дашбордов компании, вот, но как бы это тоже довольно быстро гибнет под тем, что это не автоматизировано. Поэтому, ну там, в каком-то, в каком идеальном, в каком-то, ну вот опять же, я надеюсь, что может быть у нас что-то такое получится, в каком-то идеальном мире такая система, она должна быть встроена в саму BI-платформу, чтобы, так же как у программистов это встроено в GT, тоже, чтобы все эти вещи, релизный цикл был встроен внутрь программного обеспечения в BI-систему, и тогда это, мне кажется, будет поддерживаться и выполняться. Возможно, можно было бы там же прямо ввести какое-то описание, похожее на Canvas и следить за изменениями на стороне Canvas тоже. Да, спасибо большое. Мне кажется, что мастера эффективности и те, кто за фокусировку, они на словах, что мы сейчас не поддерживаем после запуска дашборда Canvas, прям немножко даже проследились, как классно, что можно этого не делать и совсем этого не стесняться. Так что очень классно, что ты прям детально про это рассказал. Я немножко стесняюсь на самом деле, потому что я понимаю, что вроде бы было бы классно это было бы сделать. Окей. Хорошо. Ром, спасибо большое. Да, спасибо за... Интересный был доклад. Тут в чатике еще ребята просят ссылку на доску в мира посмотреть хотят, но, наверное, она будет у тебя доступна. Вот. Ага. Вот вижу, что ты чатик добавил. Скинул, ребята. Да. Спасибо большое за внимание, за вопросы, за участие. Всего доброго. Все, ребята, спасибо. Всем пока-пока. Любите DataVis и дашборды. Спасибо.